Здравствуйте! На 12-м канале Час новостей. В студии Анна Кокорина и Главное сегодня. Вой сирены вместо звонка на урок. Авакуация в школе 120. Все выбегают, уходят. Анонимные сообщения о минировании сегодня поступили в десятки омских школ, больниц и вузов. Как массовая эвакуация сказалась на работе скорой помощи? Беспрерывные бомбежки, 40-градусные морозы и голодные очереди даже в семьях, чтобы облизать нож, которым лезали хлеб. Так вот сегодня очередь тебе облизывать ножик, а завтра мне облизывать. В России отметили 75-летие освобождения северной столицы. Ужасы блокадного Ленинграда вспоминали и в Омске. Жестокие игры со скотчем, липкой лентой. В одном из детских садов Омска трехлеткам якобы заклеивали рты. Ситуацией заинтересовались следователи. Распродажа онлайн. В поисках лучшего предложения шопоголики штурмуют интернет-магазины. Я могу, допустим, в магазине быть два часа, все могу протестить, посмотреть. И я понимаю, что да, наверное, это болезнь в какой-то мере. Вслед за Черной пятницей за предельные скидки. До 90% россиянам дарит киберпонедельник. Как выгодно купить нужное и не уйти в минус? Сибирь сегодня накрыла волна минирования. Силовики отрабатывали анонимные сообщения о заложенных бомбах в республиках Алтай и Хакасия, Алтайском крае, Иркутске, Новосибирске и Омской областях. О том, что происходит, оперативно докладывали полпреду Сибири Сергею Миняйло. Ситуация находится на контроле и у губернатора Александра Буркова. Омичей призывают сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администрации учреждений. В городе эвакуировать пришлось больше полусотни учреждений. Это школы, вузы, службы занятости и больницы, здания судов и департаментов мэрии. Атаки подвергся и хоспис для тяжелобольных взрослых. Везде работали спецслужбы. Добрались телефонные террористы и до Омского района. Признаков взрывных устройств нигде не обнаружено. Юлия Думанова продолжит. Эвакуация в школе 120. Все выбегают, уходят. Занятия прервали, детей вывели из школы и все это в мороз. Учеников сегодня вынуждены выходной. То же самое еще как минимум в двух десятках школ. Эвакуировали пациентов из областной детской клинической больницы. Некоторые сегодня специально приехали из области. Приема ждали на улице. Мы приехали из Саргатки. У нас на сегодняшний день талон. Мы сегодня приехали, нам сказали, что идет эвакуация. Ну и что, или ехать домой, или если здесь родственники, то здесь побыть. Серега не замерз. Не замерз. Эвакуировать пришлось и тяжелобольных пациентах. Их на носилках перенесли в соседнюю поликлинику. Благо она рядом. Мы всех их утеплили. Полностью выдали одежду, одеяло дополнительно. Полностью все выдали. С продуктами питания вопрос тоже решен. Мы приготовили продукты питания, отправили туда полностью готовые смеси. Так что детей мы будем кормить. Волна минирования дошла и до поселка Омске. Там, пишут в соцсетях, эвакуировали местную школу, ДК, детский сад и фельдшерский акушерский пункт. В Омске же закрыть пришлось полсотни учреждений. Вывели людей из зданий вузов, в частности из СИБАДИ, института сервиса, а также служб занятости, здания судов и департаментов мэрии. Туда тоже поступили анонимные сообщения о минировании. На каждом объекте дежурила машина скорой помощи, бригады даже снимали с вызовов. Проверки продолжаются. По состоянию на текущий момент признаков закладки взрывных устройств не обнаружено. Мы призываем граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администрации учреждений. Аналогичная ситуация и в других городах Сибири, в Красноярске и Новосибирске, также массово эвакуировали школы и больницы. Там сообщения поступали в том числе и на электронную почту. Эта волна минирования не первая для России. Больше года назад она хватила 75 из 85 регионов страны. Всего из тысячи торговых центров, вокзалов и других объектов эвакуировали 2 миллиона человек. Ущерб только в Москве составил 150 миллионов рублей. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. После этого ответственность за телефонный терроризм ужесточили. Теперь максимальное наказание по статье 10 лет лишения свободы. Юлия Думанова и Вадим Носовгинов, 12 канал. Омская полиция тем временем опровергла сообщения о найденных в школах взрывных устройствах. Сегодня в соцсетях появились видео, на которых некий амич показывает пришедшие ему в WhatsApp голосовые сообщения от одной из родительниц. Та с тревоженным голосом сообщает, что спасатели якобы вынесли боевые гранаты из школы номер 33. По ее словам, там учатся ее ребенок и всех детей эвакуировали раздетыми на улицу. В полиции это видео назвали провокацией. Информация об обнаруженных боеприпасах не соответствует действительности. У каждого заминированного учреждения дежурили спецслужбы. Полицейские, спасатели и медики обязаны реагировать на такие звонки. Скорые к потенциально опасным объектам направляли практически со всех городских подстанций. Поэтому тем, кто остался в поле, пришлось работать вдвое больше. Это при том, что за последнюю неделю количество вызовов в сутки увеличилось до 1400. Как фельдшеры справились с такой сверхнормативной нагрузкой, знает Екатерина Балучевская. Рабочий день фельдшера начинается в 8.30 утра. Обычно несколько бригад отправляются на вызовы. Оставшиеся дежурят. Но сегодня медики едва успевали меняться. Большинство машин отправили к якобы заминированным учреждениям. Это обязательное требование. В итоге в поле от каждой из городских подстанций были максимум 3-4 бригады. На обследование больного у фельдшеров в среднем полчаса. Но при такой загруженности подстанции, как сегодня, работать приходится оперативно. С собой все самое необходимое. Аптечка с препаратами для оказания первой помощи. Бинты, глюкометр, тонометр, системы, растворы. А у руководителя группы еще и сильнодействующие препараты, чтобы, например, купировать приступ. Впрочем, ставить капельницы фельдшерам не пришлось. Госпитализировать больных, по крайней мере, нашей бригаде тоже. Но работы не убавилось, медики говорят. За последнюю неделю количество вызовов увеличилось до 1400. Такого не было и в новогодние праздники. Но причина не грипп. Нагрузка очень большая. Рост обеспечивает в основном хронические заболевания, обострение хронических заболеваний у взрослых людей. Это артериальная гипертензия, это люди, перенесшие инсульты, инфаркты, люди с хронической патологией органов системы дыхания. Но вот эти хронические вызовы, конечно, добавляют нам работу очень сильно. И оперативные показатели в любом случае начинают уступать. Вот только в выходные дни мы укладывались в 18-минутный интервал, время ожидания. До этого интервал достигал уже 24 минут. Сегодня диспетчеры старались распределить вызовы максимально рационально. Бригады отправляли на ближайшие к подстанциям адреса. Но из-за нехватки машин некоторым все же пришлось ездить с одной окраины города на другую. Хорошо, говорят медики, что теперь не нужно вручную заполнять карты больных. Это отнимает много времени. Все данные автоматически заносят в специальный планшет. По словам медиков, устройство незаменимо. Оно может служить и телефоном, и навигатором. Но самое главное, именно благодаря нему стало намного проще получать информацию о вызове. Если раньше для этого приходилось переговариваться с диспетчером по рации и записывать данные, а это адрес и симптомы вручную, сейчас все они автоматически приходят на планшет. Кроме того, здесь сразу можно открыть электронную карту больного. А еще, что немаловажно, установлена кнопка SOS. Программу специально загрузили в связи с участившимся нападением на медиков. Кстати, планшет достаточно прост в использовании. Как только на него поступает информация, он сигнализирует. И фельдшерам остается нажать только кнопку «Принять». Она автоматически появляется на экране. Чтобы диспетчер понял, что бригада отправилась на вызов. Нередко, по словам фельдшеров, вызовы бывают необоснованными. Люди придумывают симптомы, которых попросту нет или же требуют вылечить своих питомцев. А у кого-то в этот момент счет идет на минуты, говорят медики. И еще раз напоминают, набирать 0,3 стоит, когда действительно нужна неотложная помощь. Екатерина Булучевская, Сергей Никифоров, 12 канал. Ипотечный заим по льготной ставке в 6% в этом году получит почти в три раза больше омичей. Об этом в ходе заседания рабочей группы Госсовета заявил Александр Бурков. Оживление строительного рынка стало основной темой федерального совещания. Напомню, к 2024 году, согласно майским указам президента, темпы жилищного строительства должны увеличиться до 120 миллионов квадратных метров в год. Чтобы оживить рынок, нужно снижать ставки по ипотеке, считает министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев. В качестве позитивного примера привели Омскую область. В нашем регионе в прошлом году был запущен пилотный проект. Омичи могли получить ипотечный заим под ставку в 6% или финансовую поддержку на первый взнос. На это было выделено 360 миллионов рублей. В этом году, отметил Александр Бурков, планируется выдать уже 440 ипотечных займов. Омичи почтили память героев блокадного Ленинграда. Жители региона отметили 75-летие освобождения северной столицы от фашистской осады. Митинги, уроки мужества и встречи с ветеранами прошли накануне по всей стране. Неравнодушные жители, активисты молодежных организаций, студенты и общественники принесли цветы к памятнику детям блокадного Ленинграда. В обороне города на Неве принимали участие и сибирские дивизии. 745 омичей награждены медалями за оборону Ленинграда. В годы войны наш город стал домом для 17,5 тысяч ребят, эвакуированных из осажденной столицы. Вспоминая о своем детстве, свидетели тех событий до сих пор не могут сдержать слез. Слово Юлии Кавышиной. На этой встрече в центре Омска у памятника детям блокадного Ленинграда скорбь в глазах ветеранов и молодежи. Сотни гвоздик вложатся к постаменту. Один только Омск за первые месяцы войны приютил десятки тысяч эвакуированных ленинградцев. Только детей грудничков привезли 15 тысяч. 15 тысяч малышей, оставшихся без родителей. 15 тысяч поломанных судеб. Идею создать этот памятник его автор, омский скульптор Сергей Голованцев, вынашивал много лет. Когда учился в Санкт-Петербурге, то жил в коммуналках рядом с теми, для кого блокада не параграф из учебника по истории, а самое страшное, что было в их жизни. Эскиз монумента Голованцев показал на Совете ветеранов. Вспоминает, что многие тогда расплакались. Они увидели себя, понимаете, вот одна бабуленька старенькая, уже за 80 лишних лет. Она говорит, господи, да это я, мне было столько лет. Галине Самсоновой, когда ее в 1942 году в самый разгар блокады по ледяной дороге жизни эвакуировали в Омск, было 10 лет. Ужас блокады она запомнила на всю жизнь. Когда по четыре раза в день хватало куклу, и всей семьей они бежали в бомбоубежище. Как хоронили новорожденного ребенка маминой подруги в коробке из-под обуви. Как в один день ослабло от голода настолько, что чуть было не погибло. То, что я выжила, это просто чудо. Это случай, который, может быть, бывает один миллион раз. Ну, тем не менее, повезло мне так в жизни. А вообще я уже была обречена. Мне давали вот такую шоколадку, клетку шоколада, да еще. И я уже его не хотела даже есть. То есть у меня уже полная атрофия была. Сначала на детские карточки давали, там, 300 грамм крупы какой-то, там. А потом все прекратилось. Ничего, только хлеб одем. Ну, что только не придумывали люди. Люди жарили оладьи из горчицы, у кого был запас какой-то горчицы. И ведь умирали, потому что это ужасно нельзя это было есть. За пайками ленинградцы тогда вставали в огромные очереди. Но не только на улице, но и в семьях, чтобы облизать нож, которым резали хлеб. Потому что хлеб был такой мокрый, что когда разрежешь этот паёк, на нём налить. Так вот сегодня очередь тебе облизывать ножик, а завтра мне облизывать. Кажется, у всех, кто пережил этот ужас, одна судьба. И воспоминания одинаковые. Я бы пожелала современной молодёжи ценить каждый день, чтобы не было вот такой войны, чтобы не испытали они того, что испытали мы. И ещё что ценить, это каждую крошку хлеба. Я до сих пор не могу выбросить крошки хлеба со стола. Нам так его не хватало в то время. Я вспоминаю свою жизнь. У меня жила на лестнице клетки со мной Розалия Фёдоровна. Я не помню её фамилию, но очень помню. Она была ребёнок из Ленинграда, привезённый. Ей было лет 10, наверное, эвакуировано. То есть это вот было рядом всё. И сейчас это должно также оставаться рядом. 75 лет отдаляющие от тех событий не сотрут память. Жители блокадного Ленинграда, их истории, их боль должны быть рядом с нами всегда, в наших сердцах. Юлия Ковыршина, 12 канал. А сегодня в Омске вспоминают жертв Холокоста, одна из самых страшных страниц в истории Второй мировой войны и человечества в целом массовое уничтожение евреев нацистами. Само слово «Холокост» переводится как «всесожжение». К слову, для обозначения зверств фашистских захватчиков по отношению к еврейскому народу нередко также используют слово «шоа», что в переводе с «севрита» означает «катастрофа». Всемирным днём памяти жертв Холокоста по решению ООН выбрано 27 января. В этот день, в 1945 году, советские войска освободили концлагерь Освенцим, где за время Великой Отечественной войны были убиты почти полтора миллиона человек. Из них – миллион сто тысяч евреи. Ежегодная церемония на Бат Холокоста прошла в лице с этнокультурным компонентом. В актовом зале память погибших в фашистских лагерях почтили минуты молчания. После ученики лицея, родители, педагоги и гости по древней еврейской традиции возложили на импровизированный мемориал камни и зажгли свечи памяти. При этом каждый, подходя к мемориалу, читал стихи о войне или рассказывал историю своей семьи. В этом зале абсолютно на каждом стенде есть имена моих родных. Один из моих дедушек пропал без вести в годы войны. Другой мой дедушка вернулся израненный с победой. Мои родители были детьми войны, и их имена отражены на этом стенде. Я вообще, когда выступаю перед детьми 9 мая, я всегда говорю, что вот в этом зале находится сердце нашей школы. И я здесь очень люблю бывать, но я люблю быть одна. Потому что в этот момент я слышу голоса своих близких, и мне кажется, что своей жизнью я отчитываюсь перед ними о том, правильно ли я живу. И смотрите далее в нашей программе. Жестокие игры со скотчем, липкой лентой. В одном из детских садов Омска трехлеткам якобы заклеивали рты. Ситуацией заинтересовались следователи. Распродажа онлайн. В поисках лучшего предложения шопоголики штурмуют интернет-магазины. Я могу, допустим, на магазине быть два часа, все могу протестить, посмотреть. И я понимаю, что да, наверное, это болезнь в какой-то мере. Вслед за Черной Пятницей запредельные скидки. До 90% россиянам дарит Киберпонедельник. Как выгодно купить нужное и не уйти в минус. Региональный Минстрой проведет энергетическое обследование коммунальных предприятий области. Такое поручение специалистам ведомства сегодня дал губернатор Александр Бурков. Только 11 районов области сейчас не имеет задолженности, либо речь идет о незначительных деньгах. Наибольшие суммы приходятся на коммунальные организации пяти районов. Калачинского, Марьяновского, Омского, Таврического и Черлакского. Должники должны были до 1 января рассчитаться с долгами. Однако этого не только не произошло. В ряде районов задолженность перед поставщиками энергоресурсов еще и выросла. И будем смотреть, где и в чем причины этих потерь, роста долгов. И будем понимать, или здесь сбои в управлении, где-то кто-то недорабатывает, или кто-то где-то хитрит. Омские следователи выяснят, действительно ли в детском саду номер 330 воспитатель заклеивала детям рты скотчем. На неадекватное поведение педагога в соцсетях пожаловалась одна из матерей. По ее словам, воспитатель заклеивала трехлетним детям рты и запугивала их, чтобы те не рассказывали об этом родителям. С заявлением Амичка уже обратилась в прокуратуру и городской департамент образования. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области организовано проведение доследственной проверки по сообщениям ВКонтакте и в ряде средств массовой информации о том, что в Омском детском саду воспитательница связывала детей и заклеивала скотчем рот малышам. В ходе проверки будут проверяться опубликованные сведения, тщательно выясняются все обстоятельства и дана правовая оценка действиям работников детского сада. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в порядке ст. 145 УПК РФ. Неоднозначную ситуацию прокомментировали и коллеги педагога. По их словам, в пояснительной записке воспитательница рассказала, что скотч она действительно использовала, но в качестве элемента игры. Клейкой лентой обматывала плечи малыша, рот при этом ему не заклеивала. Сейчас сотрудница уже уволена из детского сада. Что же касается матери якобы пострадавшего ребенка, то сообщить подробности корреспондентам 12 канала женщина отказалась и закрыла профиль в социальной сети. Публикацию о Мичке сейчас активно обсуждают пользователи. Многие из них выступили в защиту педагога. Они утверждают, что лично знакомы с женщиной и никогда такого за ней не замечали. За покупками в интернет в России сегодня киберпонедельник. Одна из самых крупнейших распродаж. На виртуальных прилавках товары с огромными скидками до 90%. Ассортимент от еды до крупной бытовой техники и даже услуг. И если за рубежом на сейле можно действительно сэкономить, то вот в России культура распродаж пока еще только формируется. Эксперты утверждают, что настоящих распродаж в нашей стране нет. Так ли это и почему шопинг психологи называют отклонением? Даля Шадрина разбиралась. Кисти основы под макияж, тональные средства, пудры и тени. Профессиональную косметику Валерия заказывают через интернет. Так и удобнее и дешевле. Да и выбор на виртуальных витринах зачастую больше, чем в бутиках. Впрочем, и туда девушка заглядывает частенько. Признается, она шопоголик. В плане косметики, да. Я для себя это осознала, наверное, год назад, что я могу, допустим, в магазине быть два часа, все могу протестить, посмотреть. И я понимаю, что, да, наверное, это болезнь в какой-то мере. Ну, может быть, и, конечно, это не есть хорошо, потому что денег уходит очень много. Традиция проводить ежегодные сейлы в нашу страну пришла из США. Грандиозные предрождественские распродажи здесь начали устраивать еще в 19 веке. В 20-м появился термин «черная пятница». Сейчас это самое долгожданное время для шопоголиков. В дни, когда цены падают до 90%, практически на все товары. Люди в буквальном смысле штурмуют супермаркеты. Стараясь урвать подешевле, с полок сметают даже ненужные вещи. За некоторые дерутся. Специалисты говорят, такое поведение сравнимо с болезнью. Есть у него даже название – шопоголизм. Иногда, когда мы чувствуем глубокую тревогу, чувствуем, что в этом мире что-то идет не так, что мы не контролируем какие-то вещи, мы пытаемся себя успокоить, приобретая то, что нам, может быть, и не очень нужно, но то, что греет нам душу, с одним фактом владения. То есть, когда мы начинаем окружать себя вещами, мы как бы упорядочиваем свой внутренний мир, мы себя успокаиваем. Скупаясь с прилавков товаров по красным ценникам, многие верят, что неплохо при этом экономят. Маркетологи раскрывают тайные, реальные, может быть, скидка максимум в 50%. Чем заманчивое предложение, тем больше вероятность быть обманутым. Нередко до объявления сейла товар в цене сначала растет и лишь потом якобы дешевеет. Неоднократно мы натыкались на такую ситуацию, что цена, которая указана со скидкой 90%, соответствует той цене, которая указана и 100%. Если ты снимаешь ценник и выйдешь какую-то реальную цену продукта. Действительно, некоторые моменты в какие-то распродажи, какие-то вещи действительно обходятся дешевле потребителю, чем в какие-то обычные дни. Но это чаще связано с ликвидацией каких-то коллекций, с одеждой и так далее. Безусловно, надо понимать, что магазины не могут торговать себе в убыток, иначе теряется весь смысл бизнеса и зарабатывания денег. Действительно, сэкономить можно на демисезонных распродажах. Так, к примеру, шубу выгоднее покупать в конце зимы, а шорты и майки в преддверии осени. Если удержаться от ненужных покупок, все же не удалось. Есть запасной вариант вернуть товар. С реальными покупками все просто. В течение двух недель при условии сохранения чека и целостности упаковки вы можете вернуть товар продавцу и получить свои деньги обратно. А вот с интернет-покупками все несколько сложнее. Здесь придется вступать в спор, объяснять причину возврата, и, конечно, вы получите свои деньги обратно. Но придется заплатить за доставку товара обратно на склад. Так что не только сэкономить не получится, придется даже немножко доплатить. Так что прежде чем покупать что-то не очень нужно, сто раз подумайте, а действительно ли оно того стоит. Дарья Шадрина, Павел Манжос, 12 канал. А сейчас время новостей спорта. И в студии приветствую Алексея Дарьева. Привет, Алексей. Привет, Анна. Алексей, я слышала, что объявили состав сборной России на очередной этап Евротура. Есть ли в составе мячи? А мячи есть, конечно, в составе. Причем я бы даже уточнил не только сборной, но и сборных. Потому что на шведских хоккейных играх ястребы будут играть не только за национальную команду России. По именам всех героев предстоящих ледовых баталий перечислю буквально через несколько секунд. Штаб сборной России назвал состав национальной команды на третий этап Еврохоккей Тура – шведские хоккейные игры. В него вошли игроки омского авангарда – Игорь Бабков, Сергей Шумаков, Денис Зернов и Илья Михеев. Первый матч на шведских играх для россиян будет вынесенным. Его наша сборная проведет 7 февраля в Ярославле против финнов. 9 февраля уже в Стокгольме сыграем против команды Швеции. И там же 10 февраля завершим очередной этап Евротура встречей с хоккейной дружиной Чехии. Помимо россиян для участия в Евротуре в состав сборной Финляндии вызван защитник авангарда Виллепока. А вот нападающий Кирилл Семенов вызван в состав Олимпийской сборной России, которая с 7 по 9 февраля в Братиславе сразится за кубок Кауфланда. Помимо нашей команды и хозяев турнира в Словакию приедет национальная сборная Белоруссии. К другим темам. В Мюнхене завершились ежегодные международные соревнования по стрельбе из пневматического оружия H&N Cup. Турнир собрал более 300 спортсменов из стран Европы и Азии. В составе сборной России выступила заслуженная мастер спорта из Омска Виталина Бацарашкина. В олимпийском упражнении пневматический пистолет дистанция 10 метров, а Мишка завоевала серебро, наша спортсменка оставила позади себя 77 соперниц и уступила лишь победительнице и двукратному призеру Олимпийских игр Алене Костевич. Во второй стрельбе в том же упражнении Виталина снова была второй и вновь она уступила украинке Костевич. Напомню, что серебряный призер Олимпийских игр 2016 года Виталина Бацарашкина тренируется под руководством заслуженного тренера России Натальи Кудриной. Омский нефтяник в рамках чемпионата России по баскетболу среди женских команд дважды сыграл на своем паркете с клубом «Ростов-Дон-Юфу». В первом поединке обе команды старались активно работать под щитом, делая акцент на игроков передней линии. Эта тактика вылилась в снайперскую дуэль, в которой больше преуспели гости. Итог – победа Ростова 76 на 73. Игра была хорошая, достойный соперник. Мы им дали бой, действующему чемпиону России в Суперлиге 1. В какой-то момент повели, плюс 10. Не могу сказать, что успокоились, но немного потеряли концентрацию. В это время воспользовался соперник этим, забил несколько очков подряд, сравнял счет, потом повел уже. Начало повторного матча получилось для нефтяника по-настоящему кошмарным. В первые 10 минутки омишки позволили соперницам набрать 31 очко. К середине третьего периода нефтянику удалось сократить отставание до 3 очков, однако дальнейшего развития этот успех не получил. В течение 2,5 минут ростовчанки восстановили солидный отрыв, который и удерживали вплоть до финальной сирены, победив в итоге со счетом 82 на 67. Не получилось забить, отзащищаться с некоторыми игроками. Пропустили много трехочковых. В начале провалились. И вот такой исход. 29 и 30 января нефтяник проведет очередные домашние матчи со ставропольчанкой СКФУ. Это все, о чем я успеваю рассказать сегодня. Любите спорт. Спасибо. Это были новости спорта от Алексея Дарьева. И последнее. В Омске сильно похолодало. Сегодня ночью температура воздуха опускалась до минус 38 градусов. Завтра, по прогнозам синоптиков, точно не станет теплее. Ночью будет до минус 34. В среду морозы немного ослабеет. Правда, всего на день. В четверг ночью температура снова опустится до 30 градусов мороза. В этот день у нас снова похолодает. Ночная температура будет 23-28. И местами даже может быть до 37 градусов. Вот такого явного потепления пока не видно. Пока в среднем у нас в январе температура выше нормы. И вот такие морозы, которые сейчас, это обычное явление для января. И даже начало февраля может быть вот таким. Никакой аномалии нет. Впереди еще подробный прогноз погоды. Но все наши новости доступны в социальных сетях. Вконтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Реклама будет короткой. С любовью и заботой из города Невеста в Омском континенте последние дни работает ярмарка текстиля из Иваново. Изделия из трикотажа, стопроцентного хлопка, кулирки и интерлока разнообразных форм и размеров радуют и мечей богатым ассортиментом и качеством. В торговых рядах покупатели могут найти как одежду, так и образцы домашнего текстиля. На нашей ярмарке представлен огромный выбор пледов, покрывал, разных сидушек на стуле, на табуреты. Есть трикотаж, много постельного белья, комплекты. Как постельное белье в комплектах, так и раздельно. То есть простыни, наволочки, пододеяльники. Очень много привезли подушек, одеял на любой вкус и цвет. От самых дешевых до элитных. Каждый здесь сможет подобрать все на свой вкус. Выставка текстиля из Иваново работает до 3 февраля. Находится она в здании Старого континента на первом этаже у 4 входа. Покупатели здесь ждут с 10 часов утра до 7 вечера ежедневно. Успейте оценить ивановское качество. На этом выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok